25-летняя Свердловчанка чудом осталась жива, находясь за рулем своей легковушки и столкнувшись с большегрузом. Дорожная авария произошла в минувшую пятницу в седьмом часу вечера на автодороге Верхняя Тура-Красноуральск, вблизи развязки с Серовским трактом. Девушка, по ее признанию, не увидела длинномер типа Тонара, разворачивающийся на узкой дороге. Я ехала с Верхней Туры в Красноуральск по прямой. Увидела, что человек почему-то не выезжает на дорогу, посмотрела на него, смотрю «А! КамАЗ!». Я ни на что не отвлекалась, действительно, потому что темно. Но была хорошая погода, не скользкая дорога, поэтому я решила прокатиться. Думаю, я имею право на то, чтобы прокатиться, потому что я очень люблю водить. Это не значит, что я ищу себе на *** приключений. Я просто люблю водить. Я люблю машины. Поставьте мне сюда КамАЗ, я сяду за КамАЗ. Поставьте трактор, я прокачусь на тракторе. 25-летняя жительница Кушвы, молодая мать, косметолог и певица по имени Злата, двигалась за рулем автомобиля Ауди А3. Ее оппонентом стал 46-летний водитель китайского тягача Дай Юн из Сухого Лога. Мужчина, имеющий 28 лет водительского стажа, двигался со стороны верхней Туры. Пропустив развязку с Серовским трактом, он, видимо, решил развернуться на узкой дороге. Причем через сплошную разделительную линию. По словам девушки, она увидела препятствие перед собой в последний момент. Попыталась уйти влево, но и тягач в этот же момент сдвинулся вперед. Теперь у меня много вопросов. Почему там неосвещенный участок дороги? Там действительно выезжают люди с трасс, как вот этот вот молодой человек, да, передо мной, который стоял. То есть для меня было удивительно, что он не выезжает. Почему на этих грёбаных фурах нет каких-то обознавательных знаков, вот этих свето... что там, отражающих? Почему? Если бы хоть что-то я увидела бы, а не вот эти вот малюсенькие квадратики у него. Оп, на этой огромной, х***ю, грязной. Просто ну как? Как можно было вообще додуматься там разворачиваться? Как? На место происшествия выезжал автомобиль скорой медицинской помощи. Девушку осмотрели, но серьезных травм не нашли. Да и сама Злата не стремилась уехать с ними в больницу. Но позже обнаружила на себе некоторые изъяны. Вчера еще на дороге мне оказали первую медицинскую помощь. У меня болело колено, болела рука. На колени рассечения. Я посмотрела, вроде там нормально. Меня там уже ждут товарищи полицейские. Думаю, блин, надо идти оформляться, как бы некогда кататься по больницам. Мы приезжаем домой. То есть в 18-20 все это происходит. Я приезжаю домой часов в 10 вечера, разворачиваю колено. Смотрю, а там дырка. В кожном покрове. Я как бы в панике немножко такая. Впрочем, полученные в этом ДТП травмы не помешали Злате уже на следующий день выступить на сцене акапелла. В отношении виновника ДТП с сотрудниками госавтоинспекции были составлены два протокола. За нарушение правил маневрирования, а заодно и за отсутствие тахографа в кабине китайского тягача «Дайюн». По факту ДТП проводится проверка, рассказали в областном управлении ГИБДД.